Девятый год подряд в мире проходит июль без пластиковых Так называется международная акция защитников природы. Ее цель заставить людей хотя бы на месяц отказаться от тех пластиковых вещей, без которых легко можно обойтись. Во флэшмобе участвует более 2 миллионов людей из 150 стран мира. Как стать одним из них вы узнаете из нашего репортажа. Сложно представить, но всего лишь полтора века назад человечество обходилось без пластика. Ну потому что и вы еще не изобрели. А если вы сейчас обвинетесь, то мир вокруг вас состоит на 80% из пластика. Игрушки, одежда, посуду, мебель сегодня из пластика делают все. Даже еду. Материал из полимера, изобретенный в 19 веке, оказался настолько универсальным, что современный мир буквально тонет в нем. И это не шутка. Если собрать весь мусор с мирового океана, то получится целая Австралия. И она будет расти и расти. Эти места ученые называют зараженными. В чем же опасность пластика? Прежде всего в том, что он очень долго разлагается. Если выкинутого вами огрызка не будет уже через несколько дней, то, например, фантик от конфеты застанет ваших правнуков. А еще под действием света и воды пластик может распадаться на микрочастицы, которые незаметно попадают в организмы всех живых существ и наносят их здоровью непоправимый вред. Впервые 8 лет назад был объявлен «Июль без пластика». Это международная акция, призывающая всех хотя бы на день отказаться от пластика. Это совсем не сложно. Первые же дни доказали это. По словам ученых, самыми вредными для нашей планеты являются 4 изделия из пластика. Это одноразовые стаканчики, пакеты, соломинку для коктейлей и пластиковые бутылочки. Нередко коварные полимеры маскируются под другие материалы. Например, никто не заподозрит, что чайные пакеты содержат пластиковые лица для поддерживания формы. Одноразовая посуда из якобы картона имеет специальное напыление, из-за которого оно становится больше похоже на пластмассу, чем на бумагу. Не зная об этом, люди используют их в огромное количество. Из каждого дня мусорные острова растут на тонны вредных материалов. С этого не было бы такой большой проблемы, если бы пластик перерабатывался, и его бы можно было использовать снова и снова. Но, к сожалению, такое бывает нечасто. Впрочем, с недавнего времени у нас в городе появились специальные мусорные баки для пластика. И не ленитесь использовать их по назначению. Не торопитесь выкидывать этот пластик, который уже попал вам в руки. Например, бутылочку из-под лимонада. Можно использовать множество раз, прежде чем она придет в негодность. В магазине не торопитесь упаковать все продукты. Капусту или бананы можно положить в корзинку и так. А если же без пакетов не обойтись, старайтесь использовать их повторно. И заведите себе специальную сумку или рюкзак для похода в магазины. Так вы спасете мир от десятков неразлагающихся пластиковых пакетов. И даже кофе можно пить из собственной кружки. Просто надо не забыть ее взять из дома и попросить налить в нее кофе. Можно? Конечно. Это лишь малая часть советов участников акции «Июль без пластика». В интернете их можно найти тысячи. Впрочем, я думаю, у каждого найдутся свои лайффаки по спасению планеты. Мне кажется, что пакеты, они не очень надежные. Они могут порваться в любой момент, и из них может что-то выпасть. Я бы вместо пакетов заменила рюкзаком или портфелем. Акция «Июль без пластика» проходит всего лишь один месяц. Думаете, это небольшой срок? Но ведь его вполне достаточно для того, чтобы отказ от одноразового мусора стал нашей доброй привычкой. И хорошо бы, чтобы именно эта привычка стала тем, что мы передадим следующим поколениям, а не мусорные острова величиной сконтинент. Талияки и Мединовы. Специально для детских вестей. Узкие лодки с проворонными грибцами все лето снуют по свияге. Может быть, это и дети на своих пирогах напали на Ульяновск? Или это и эскимос приехали в наш город, как на южный курорт? На самом деле, все гораздо проще. Это ульяновские спортсмены. Браздят речные просторы на Байдарк и Кануэ. Любой спорт – это нелегкий труд. Масса сил и уйма времени. И огромное удовольствие. Особенно, когда речь идет о прогулках по воде, на природе. В этом отношении гребли на Байдарках – идеальный способ совместить приятное с полезным. За основу известных нам Байдарок были взяты эскимосские лодки. Самому первому их образцу уже более двух тысяч лет. А вот современное судно было изобретено шитландцем Джоном Маг Грегором. Именно он в 1865 году спроектировал себе легкую лодку для путешествия по центральной Европе. Вскоре его примеру последовало сотни людей. Байдарка – лодка гоночная для участия в соревнованиях. Устроена очень просто. Сидение. Сляет упор для того, чтобы сюда поставить ноги. Спортсмен упирается ногами. Руль. Это такая палочка, которая тросиками присоединена сзади. Видите, такое перышко есть у Байдарки? Это руль. Когда мы двигаем вот эту палочку ногами, стопами, он поворачивает. И лодка рулит. Также спортсмен может и веслом отруливаться. Сегодня гребли на Байдарках Канои – олимпийский вид спорта. Главная задача спортсмена – пройти трассу быстрее соперников и прийти к финифу первым. Минимальная дистанция соревнований – 200 метров. Как и в других видах спорта, здесь соревнуются отделы – мужчины и женщины. Заезды проводятся одиночные, в двойках и четверках. Соревнования на открытом воздухе могут сопровождаться различными сюрпризами. Как однажды олимпийский чемпион Бобби Пирс, обходя своих соперников, увидел на дистанции утку с утятами. Он не стал пугать птиц, а подождал, когда они проплывут. Но знаете что? Даже это не помешало прийти к финишу первым. Чемпионного международного класса погребли на Байдарках есть у нас в городе. Варвара Баранова – член национальной российской сборной, золотой призер Кубка России, призер Первенства мира, чемпионка России и Европы. Ее сестра Валерия также не раз покоряла российские спортивные пьедесталы. Следующий шаг – международное первенство. Кто, как несестры-чемпионки, смогут открыть нам главный секрет спортивных побед? Для победы нужно верить в себя, хорошо тренироваться, хорошо питаться и всегда идти, наверное, к своей цели. Несмотря ни на что, несмотря на какие препятствия, каких бы препятствий у тебя не было, всегда идти к своей цели. Нужно настраиваться на то, что не всегда бывает легко, что всегда бывают взлеты и поражения, и что нужно к этому относиться абсолютно спокойно, что не нужно зацикливаться на поражениях. Всегда есть к чему стремиться, и мы это развиваем. Мы развиваем целеустремленность и лидерские качества, которые в дальнейшем помогут в жизни любому человеку. И Лера, и Вара занимаются в нашей секции на набережной реке Сияги. Сюда ребята приходят с 10 лет. Для того, чтобы тебя взяли, нужно не только уметь плавать, но и быть в хорошей физической форме. Гребли на байдарке и каноэ – это сезонный вид спорта, но тренировки проходят круглый год. Летом на воде, в лодке, зимой в спортивном зале, в бассейне, на лыжной трассе. Важно постоянно укреплять свои мышцы и поддерживать навыки, необходимые для этого вида спорта. Самое сложное в гребли на байдарке – это удержать мгновесие. Новички тренируются с так называемыми крыльями – спинопластом или бутылками. Говорят, что при гребле используется 95% мышц человеческого тела. По-моему, это абсолютная правда. Виз спортсменов-гребцов так заразительный, что с недавнего времени на пляже по соседству появилась прогулочная экскурсия на байдарке. И говорят, отбой от желающих нет. И это неудивительно. Прогулки по воде – отличный способ набраться новых впечатлений, отдохнуть и зарядиться энергией на долгое время вперед. Елизавета Рубцова специально для детских вестей. Казалось бы, чего проще собраться в поход, взять все необходимые вещи и сложить в чемодан. Или в два чемодана. Нам срочно нужен эксперт. Почему не стоит брать в поход джинсы и чем в дороге плохие конфеты, вы узнаете в нашем следующем репортаже. Я иду в поход и беру с собой. Знаете эту игру? В ней надо указывать, какой именно поход идет ведущий. Но сегодня мы не будем играть. Мы будем собираться в настоящий поход. И будем решать, что нужно брать с собой, а что нет. И начинается наша сборость языка. Это один из самых важных предметов в снаряжении любого туриста. Сами представьте, чем дольше длится поход, тем больше вещей для него может понадобиться. А нести-то их придется самому. Здесь очень важно соблюдать золотую середину. По поводу того, что вес тяжелый вещей в рюкзаке. При хорошей системе вес не чувствуется. Это крепление на бедрах, это правильная регулировка. Опять же, любой рюкзак, даже самый хороший, самый дорогой, надо грамотно настраивать под конкретного человека. Даже если вы собрались в поход в июле, готовьтесь брать с собой теплые вещи. Отлично, если у вас есть термобелье. Если нет, захватите футболку длинными рукавами. Тонкие штаны и носки. Их вы будете спать. Но только их недостаточно. Теплый свитер или толстовка, флисовые штаны, тонкая шапка и шерстяные носки. Очень вам пригодятся после заката солнца. Ночью на природе намного холоднее, чем в городе. Что вы точно не увидите у опытных походников, так-то джинсы. Неудобная ткань, быстро намокает, тяжелеет от воды, долго сохнет. Да и толком согреть не может. Это бесполезная в походе вещь. А вот без дождевика в мокрую погоду не обойдетесь. Так же, как и без сменного белья. Обязательно берем запасные футболки и носки. Важный лайфхак. Сложите их в пакет, прежде чем убирать в рюкзак. Так они не намокнут даже в очень влажную погоду. И конечно, возьмите сменную обувь. Даже если не будет дождя. Вечером и утром на траве выпадет роса. Сухая сменка вам пригодится. Так, вроде ничего не забыл. Одежда собрана. Переходим к другим не менее важным пунктам. Посуда. И лучше не стеклянная. Предметы гигиены, средства от насекомых. Лишнего лучше не набирать. Но захватить с собой книжку, игру или мяч совсем не помешает. Обязательно возьмите с собой бутылку с водой. Вы сможете ее повторно наполнить в родняках или в ручьях по дороге. На привалах вас порадуют фруктовые батончики, орехи или сухофрукты. Только не берите конфеты. От них очень хочется пить. Итак, рюкзак собран. Но чего-то не хватает. Точно. А как же снаряжение? Все нужно брать с собой палатку, спальный мешок и туристический коврик. Это вспененный такой материал, который не пропускает холод от земли. Когда у вас уже все это есть, значит вам не страшен дождик. Не страшен холод. Желательно всегда иметь при себе заряженный сотовый телефон. То есть в первую очередь нужно позаботиться о безопасности. Кстати, отдельный вопрос. Это подготовка к походу. Разбить палатку – дело не хитро, но требующее тренировки. После долгих переходов сил на обучение может не достаться. Поэтому мой вам совет – потренируйтесь заранее. Разбивать палатку – не единственное умение, которое понадобится вам в походе. Особенно если речь идет о серьезной туристической вылазке. Самое главное – это на самом деле моральный настрой. То есть нужно быть готовым, что ни один руководитель, ни один инструктор не гарантирует идеальную погоду. Может случиться все, что угодно. В горах тем более. Ну, будь готов к тому, что будут мокрые ноги. Будет грязно. Будет, возможно, некомфортно. Но это мало чем отличается от прогулок на улице многочасовых. Но будет точно интересно. Ну, и последний лайфхак. Когда будете разбереться рюкзак после похода, обратите внимание на те вещи, которые вам не пригодились. В следующий раз не берите их. Они были лишними. Хорошей погоды и легких рюкзаков. Игорь Ребенов специально для детских вестей. Для тех, кто туристическому походу предпочитает поход культурный, наша афиша. Будьте готовы провести эти выходные весело, интересно. А чтобы вас не подвергла погода, не забудьте прослужить наш инструктаж. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. В эти выходные будут праздники. Всемирный день торта. Всемирный день шахмата. День хождения по бордюрам. День друга. Самый классный праздник – это день торта. Правильно говорить торты? Надо говорить торты. Торт. Нет. Вообще не знаю. Самые вкусные торты обычно в магазине. Надо больше похоже на пирог со сгущёнкой и с яблоком. А если, например, сделать самим бургер из натуральных продуктов, то это будет полезно и вкусно. День хождения по бордюрам. Я буду ходить по бордюрам. Чтобы повеселиться. Вот как-то вот так вот. 20 июля давайте поиграем все вместе в шахматы. Ну, обычно, как все знают дети. Это как в сказках. Мне нравится играть в шахматы. Шахматы были созданы для военачальников, чтобы тренировать их тактические навыки. 20 июля еще день друга. Я бы куда-нибудь пошла с друзьями. Сначала купили бы арбузы, потом их ели. Я думаю, этот день бы прошел. Очень весело. 21 июля день металлога. Металлурга. День металлурга. Это кто? Металлург – это тот, кто работает с металлом. Магнитный железняк, бурый железняк. Железо, алмазь, желт. Те, кто имеет дело с металлом, все металлурги. Это очень нужные люди. Поздравляю вас со всеми этими праздниками. Всем можно пожелать успехов. Например, даже детям, которые любят лазить в песке. Может, они найдут там какие-нибудь полезные ископаемые. Ура! Лето возвращается. Выходные будут облачными, но жаркими. Снимаем ветровки, меняем замты на бейсболки и бежим гулять. Это был Агеев Иван, инструктаж по погоде. А может, на пляж пойдем, а? Ага! 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 Ага!